Мы все наблюдали за ходом референдума. Телепрограммы вели свои онлайны. Жители полуострова высказывались однозначно. Мы идем в Россию домой. Россия тоже ждет слегка заблудившийся с 50-х годов в геополитических лабиринтах Крым. Но это, конечно, не вина жителей. Это был крест, навязанный им от щедрот после сталинского руководства державы. И крест этот все тяжелел, особенно с постперестроечных времен. Митинги в поддержку крымского референдума проходили повсеместно, в том числе и в Рязани. Можно относиться к такой эмоциональной атаке по-разному, но люди говорили совершенно искренне – под националистами Крыму не бывать. Сегодня рязанцы высказываются по поводу итогов референдума однозначно. У нас вчера проголосовали большинство жителей Крыма за присоединение к России. Как вы считаете, это хороший момент? Я считаю, что очень хороший момент. Я поддерживаю. Почему? Ну, потому что считаю, что жители Крыма имеют право на самоопределение. Ну, я думаю, что да. Потому что что сейчас творится на Украине? Ничего хорошего. Думаешь, браво. Хорошо, что люди лета проголосовали. Я думаю, да. Почему? Потому что Крым издали русский город. Его завоевали наши предки Крымью. И я думаю, что была ошибка от Гавриева в Украине. Есть у меня родственники, знакомые, которые говорят, что они будут лучше. Ну, у нас в принципе. Ну, все считают российской как-то, к России ближе, чем к Украине. Вообще мы привыкли с Крымом быть вместе. На днях в нашей студии Рязанка Лариса Тимишова, у которой в Крыму родители, рассказывала о тревогах и надеждах жителей полуострова. Сегодня она говорит, мечты крымчан сбылись. Настроение замечательное. Замечательное, оптимистичное. Радуется, что теперь наступит наконец-то долгожданная безопасность, спокойствие. Народ Крыма победил. Да и разве можно остановить людей, которые стремятся домой, на родину, к себе, в Россию?